Братья и сестры, я вас приветствую. Мы будем читать из Евангелия от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Притча, которую мы прочитали, была направлена конкретным людям, к тем, которые были уверены о себе, что они праведны. Как страшно, братья и сестры, подумайте. Думать о себе, в своих глазах быть праведным, но не являться таковым. Христос, будучи Сыном Божьим, видел внутренность людей, Он знал их жизнь, Он знал их мотивы. И поэтому, когда Иисус Христос проповедовал, Он проповедовал, чтобы достичь сердец людей. Иисус Христос, Его цель была, чтобы научить нас, чтобы исправить нас, чтобы были перемены наших поступков, нашего характера, нашего мышления. Поэтому Иисус Христос рассказывал притчи. Когда мы читаем Евангелие, мы очень часто встречаем разные притчи. И можно заметить, что в ряде притч приводится сравнение и есть контраст. Например, богач и лазарь, судья и вдова, дом на камне и дом на песке, мудрые и неразумные девы. Так и в этой притче речь идет о двух хорошо знакомых для того времени людей. Первый приводится это фарисей. Человек, который выделялся из всех людей особой набожностью. Фарисеи любили напоказ долго молиться, жертвовать. Они придумали много правил сверх тех заповедей, которые дал Господь, для того, чтобы как можно больше людей обременить и самим показаться, что насколько они хорошо это все выполняют. Скорее всего, они выглядели очень впечатляюще. Когда вы, наверное, встретили бы на улице фарисея, этот бы человек выделялся из толпы. Его бы сразу можно было увидеть. Он бы как будто бы был действительно такой святой с виду. Второй человек – это мытарь. Мытарь – это сборщик налогов. Его очень не любили и презирали, потому что он безнаказанно обижал своих граждан. Брал больше положенного, обижал людей. Почему написано мытарь? Да, не написано, а какой-то преступник. Да, потому что человек – преступник, его обычно найдут и накажут. А этот человек был преступник в законе, который обижал людей и не получал за это наказание. Поэтому люди и знали, что этот человек – грешник. И часто в Писании, там, где сказано о человеке – грешнике, также написано слово «мытарь» – человек грешный. И вот Христос сравнивает молитву в храме двух этих людей. Посмотрите на молитву фарисея. Молитва фарисея – это сравнение себя с другими и напоминание Богу о своих делах. Как много я сделал. Вообще это свойственно всем людям сравнивать себя с другими, потому что это проявление нашей греховной природы. С детства заметно, как один ребенок, получая замечание, сразу переводит стрелки на другого. Так он сделал больше. Ты почему так сделал? Так а он смотри, как сделал. Замечали такое? Нам кажется, что по отношению к другим мы еще и ничего, если мы сравниваем себя с другими. Иногда нам кажется, что мы больше, чем другие делают. Мы лучше поступаем. Мы сравниваем свои неправильные поступки по отношению к ближним с тем, как они к нам относятся. И много можно перечислять, и это свойственно – сравнивать себя. Скорее всего, человек таким образом оценивает себя за счет сравнения с другими. А Библия учит наоборот. Библия учит, чтобы мы сравнивали себя со Христом и сравнивали себя с Писанием, со Словом Божьим. Что учит Бог, как поступать нам. Второй человек, этот мытарь, о нем мало сказано. Его молитва была очень короткая. Написано, что он склонился в молитве покаяния. Он в сокрушении даже глаз к небу не мог поднять. Его беспокоило одно – его беспокоило состояние греха. Он хотел свободы. Ему не нужен был этот пафос. Он понимал свою жизнь. Он пришел в храм с одной только целью – получить прощение. Получить свободу, прощение грехов. Освободиться от всего груза. Помните Закхея? История, когда Христос посетил его дом, что произошло? Произошло покаяние. Какие плоды? Половину умения раздам нищим. Кого, чем обидел, воздам вчетверо. Человек получил свободу от всего. Все это уже не нужно. Человек раскаялся. Я хочу из этой притчи показать одно слово, о котором очень важно задуматься. Это слово – оправдание. 14 стих. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой». Пошел оправданным в дом свой. Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто слушает нас, кто смотрит в прямом эфире, сегодня очень важный день в жизни верующих. Если мы обратим внимание, перед нами знаки стоят. Сегодня мы вспоминаем день искупления человечества и благодарим за оправдание. Слово «оправдание» очень понятно, когда мы говорим о суде. Когда человека в чем-либо обвиняют, но после судебного процесса снимают вину и говорят, что он оправдан. Ему больше не грозит наказание. Какое счастье! Какое состояние облегчения, когда после процесса тебе говорят, что ты оправдан. В послании к римлянам Павел пишет так, это 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Каждый человек виновен перед Святым Богом и достоин смерти. Мы, конечно, можем сравнивать себя с другими и говорить, что я не убийца, я не вор, не разбойник, не прелюбодей по принципу фарисея. Но только этот принцип не оправдывает нас. «Оправдание можно получить только искренне раскаявшись. Мы должны понимать, что наше все существо испорчено, в нас нет ничего доброго». В римлянам 3 глава 10 стих так написано. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Только через веру в Иисуса Христа, как в личного Спасителя, мы можем быть оправданы. В римлянам также Павел пишет 5 глава 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». «Оправдавшись верою в Иисуса Христа». Господь, посредник Иисус Христос, посредник между нами и Богом. «Верою мы можем получить оправдание». Сегодня тоже мы пришли в храм. Каждый из нас, находящийся здесь, пришел сегодня, слушая Слово Божье. И вопрос в том, какими мы пойдем домой, оправданными или нет. Если все будут думать о нас хорошо, что сегодня мы увиделись, и кто-то уйдет и скажет, ну вот этот человек действительно, у него все хорошо в жизни. Вы будете довольны тем, что люди о вас думают хорошо, но Христос, глядя на вас, не будет думать о вас хорошо. Христос видит внутренность. Этот вопрос звучит для тех, кто сегодня еще не принял Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. Вы еще не получили оправдание. Вы слышите Слово Господне, и Господь говорит к вам, что сегодня можно получить оправдание, поверив в Иисуса Христа как личного Спасителя, помолившись молитвой покаяния, как этот мытарь, который понимал, что у него за спиной такая тяжесть греха. Ему не нужно было ничего, он пришел в храм, склонился, он не замечал никого, ни этого фарисея, никого другого. Почему? Он уже устал от такой жизни, он устал от жизни греха, он хотел свободы и прощения. И сегодня Христос умер за нас и предлагает нам оправдание даром. Помолись, попроси прощения и будь счастлив. Дорогие братья и сестры, те, кто получил уже оправдание, мы сегодня радуемся. Для нас сегодня знаки, хлеб и вино, и то, что мы будем сегодня участвовать, свидетельствуют о том, что мы незаслуженно получили оправдание Иисусом Христом. Сегодня мы можем радоваться, благодарить Бога за то, что мы, как этот мытарь, когда-то склонились, получили оправдание и теперь идем путем освящения. Пусть Бог благословит нас сейчас в молитвах, чтобы наши уста открылись для прославления. А для тех, кто еще не получил оправдание, есть время для покаяния. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Помолимся.